16 марта сейчас плюс 2 градуса перед этим было плюс 6 градусов идет мокрый снег и по прогнозу погоды в следующие 10 дней опять у нас очень сильные заморозки по минус 12 по минус 16 градусов ночь опять я проверяю корма у пчел и вот видео покажу грубейшие ошибки которые я сделал и фактически очень благополучную семью перевел в разряд неблагополучных очень поучительная история сейчас осматриваю нормальную хорошую семью такая какая должна быть вот поставил я страховочную рамку сидят пчелки сидят пчелки на рамке едят с потолка все чудесно все хорошо в этой семье вот угол рамочки покажу съели мед уголочки на потолке вот так вот видно выгрызли целую площадь это за 15 дней ставил я рамки им 15 дней назад перед тем как у нас были заморозки сильные после заморозки было оттепель по плюс 6 градусов все семьи сидели пчелы летали очень слабо но одна семья у меня летала сильно пошла на облет надо сказать что такие промежутки времени в теплые когда по плюс 6 градусов на облет идут только самые бедовые семьи те которые зимуют плохо если увидите что в плюс 6 пошли на облет 7 и значит беда на пасеке в такое время облетаются самые бедовые семьи хорошие семьи не облетывается при плюс 6 градусах вообще хорошие семьи не облетаются даже при плюс 11 градусов сегодня самые лучшие семьи как показывает практика облетываются самые последние им не надо облетываться они терпят первыми облетываются самые неблагополучные семьи так ну предыдущем видео в одном из предыдущих я показывал как я спасал неблагополучную семью экстренно подкармливал их рамками с медом эту семью тоже буду подкармливать сейчас точно таким способом погода позволяет плюс 2 градуса поставлю им рамки с медом вот вытащил я рамочку абсолютно пустую меда в ней уже нет пчелы все съели и переместились в правую сторону если смотреть вот в этом видео на медовые рамки слева остались рамки с кормом когда оттепель часто бывает не часто но бывает что клуб раздваивается сейчас пчел уходят на рамки с медом в левую сторону часть пчел уходят на рамки с медом в правую сторону таким образом клуб пчел раздваивается и пчелы погибают надо контролировать после каждой оттепели как сели пчелы ну в данном случае ушли они в правую сторону все массово влево никто не ушел слева остался корм они переместились на рамки с кормом в правую сторону и все хорошо клуб не раздвоился дала им страховочную рамку они ели все видно пустые рамки я им убираю и вместо с них поставлю рамки с медом из запаса рамки перед установкой кто-то у меня там в комментариях спрашивал надо греть не надо надо греть потому что рамка является аккумулятором тепла холодная рамка гнездо пчел будет охлаждать теплая рамка подогретая гнездо пчел наоборот будет греть поэтому рамки крайне желательно перед установкой прогревать каким-нибудь способом хоть каким-нибудь так вытянем следующую рамку несмотря на то что здесь сидят пчелки очень аккуратненько ее будем вытягивать так девочки тихонечко тихонечко не кусаемся что у вас тут делается рамка как и как и следовало ожидать абсолютно пустая в этом году зимовка очень и очень плохая у нас в регионе пропало зимой очень много пчел зима была страшная зима была средина была абсолютно теплая вторая половина абсолютные заморозки с оттеплями хуже не придумаешь пчелы то распадался клуб распадался назад сбегались и получилась вот такая вот проблема кормов нет кормить надо не все семьи но большое количество семей требует подкормки кормлю таким вот способом и во второй половине видео покажу неблагополучную семью и что получается с семьей у которой не было корма не было расплода на это время и она пошла на облет всеми которые идут на облет и у них в это время во время облета на время облета нету расплоду обречены они просто разлетаются так аккуратненько стряхиваем пчел из пустой рамки делать надо это аккуратно ничего страшного они соберутся вот полезла по экрану какая-то пчелочка по камере молодец пчелы как видно не опоношены чистые хорошие пчелы не облетывались при плюс 6 градусов эта семья не облетывалась может какие-то несколько десятков пчел выскочили но семья не облетывалась посмотрим что делается с другой стороны не знаю так еще раз напомню хорошие семьи облетывается самыми последней поэтому если семья не идет на облет паниковать не надо как показывает моя практика лучшие семьи облетывается самые последние им не 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 надо облетываться они еще терпят так немножко подожду чтобы успокоились но на этой крайней рамке вижу мед есть есть мед вытяну есть мед так и там на второй рамке тоже есть мед начали есть за 15 дней дней съели пятно так хорошо на этих рамках мед еще есть дальше разбирать не буду там у них возможно есть расплод и поэтому тревожить их не буду самый первый расплод мне в комментариях написали надо было выбросить вот расплод вынять и выбросить ну вот сейчас покажу что значит семья следующую семью покажу неблагополучную уже теперь что значит семья без расплода на время облета на время облета расплод семье должен быть хотя бы чуть-чуть в той семье неблагополучный я кормов не доглядел я им положил рамку страховочную а с кормами ошибся решил что корма есть а кормов не было они от задней стенки по страховочной рамки перебежали к передней расплоду у них не было пчелы при плюс 6 неблагополучные опоносились пошли на облет потому что им уже было не в терпешь они опонашивались и большая часть улей не вернулась так возьму я ту рамку которая у них лежала сверху и положу ее уже другой стороной ту часть они там с краю вы или уже я ее переверну другой стороной и положу ими ее назад теплую их же рамку вот видно сейчас как вы или за 15 дней пятно кушать хотели меду сейчас надо много не бедники расход выращивает на выращивание расплода надо очень и очень много меду поэтому потребление меду феврале марте месяца резко возрастает середины февраля в марте в апреле до появления цвета на саде на садках потребление сильно сильно возрастает и вот на это время приходится основной процент отхода пчел при зимовке пчелы гибнут уже перед самой самой весной весна в этом году затяжная хороший облет раньше 1 апреля не предвидится и 1 апреля на него тоже не будет зимовка очень и очень сложная в этом году но будем как-то из этой ситуации выпутываться так этих пчел я закрываю закутываю утепляю и покажу сейчас как совершенно благополучную хорошей силой семью я прощелкал и в результате моей ошибки она стала абсолютно неблагополучной теперь у меня на паске две неблагополучных семьи у которой я снимал раньше вот и теперь это безрасплодная семья которые состояние может не сама сильной семьи но средний стал абсолютно слабый и неблагополучной семьей хорошо переходим следующей семьи вот видно пчелки облетывались в этой семье нас не упогибли некоторые во всех остальных ульях пчел практически перелетками нет они не пошли при плюс 6 на облет эта семья пошла при плюс 6 на облет значит у нее проблемы при плюс 6 облетывается только неблагополучные семьи вот видно страховочная рамка и как они пропахали всю страховочную рамку от стенки противоположные улья до стенки клеткам есть хотели корму в гнезде не были и про пропахали вот такую вот борозду до конца не доели это всего-навсего за 15 дней так как они перебежали по улью бегали вдоль улья то расплоду у них совершенно нету матку я нашел матка худая как кляча они ее не кормят семья опоношена корм с левой стороны есть клуб не раздвоился после оттепили ушел на правую сторону абсолютно пустая рамка видно сколько в рамке было меду в рамке было за зиму все съели вот следующая рамка абсолютно пустая семья это живет через пергогродку с другой семьей с очень сильной семьей вот сейчас покажу дно покажу что там под мору нету семья пчел семье стало больше чем в половину раза меньше почему так случилось потому что расплоду в семье не было пчелы ушли на облет когда в семье нет расплода нет плодной матки пчелы не имеет своей индивидуальности они склонны к перелетам к слетам и разлетам и эта семья вышедшая на облет при плюс шести неблагополучная поношная у которой на момент облета нет расплода нет плодной матки пчелы на облет вышли и назад вернулись в чужие ульи в частности смотрел я соседнюю через перегородку сильную семью все та семья прибавила две улочки пчел то есть пчелы из этой неблагополучной семьи перескочили соседнюю семью и в результате пчел в этой семье осталось меньше чем половина это была хорошая средней силы семья теперь она абсолютно слабая и неблагополучная придется и усиливать весной если доживут вот такая вот поучительная история не делайте моих ошибок проверяйте корма